Картина мира пёстрая, и мир при этом, кажется, катится в ад. Прям не в ад, в ад. Привет. Это не сказочная Бали, это ад. Российские пропагандисты продолжают хорохориться, но, судя по всему, концепт сильно поменялся. Теперь в повестке дня ад, ад и ад. В принципе, на отдельно взятой территории этой планеты ад уже построен. Это Россия, это КНДР, это Иран и Сирия. Идёт дискуссия по поводу Китая. Но мы на эту ситуацию смотрим в каком ключе? Правильно, с высоты Киевских холмов. Так вот, с высоты Киевских холмов ясно одно, что направление движения Российской Федерации сильно изменилось. Ведь Путин обещал совсем другого. Ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадём в рай. А они просто сдохнут. Сейчас на болотах большой траур, потому что украинские дроны неожиданно за двух сотил российского пропагандиста Бориса Паскудова, простите, Максудова. Он рассказывал о том, что дроны не летают украинские, потому что облачность. Боря даже записал короткое видео. Всё хорошо просматривается, простреливается. Особенно с неба. Нам повезло, что сейчас небо затянуто облаками. Но дрон взял и прилетел. И все эфиры российского ТВ сейчас забиты реквием по этому Паскудову. А всё почему? Потому что Путин прекрасно понимает, что главные его войска – это информационные войска. Потому что именно они заставляют россиян гнать на украинские пулемёты и искать себе приключений. Но если посмотреть на Паскудова, последнее его видео, оно говорит о том, что, сколько бы они ни рассказывали о том, что они кто там военкоры, да нет, это российский солдат. Как мы видим на Паскудове, никаких знаков отличия, что он журналист, но он ими не является, ну, можно сказать, умер честным человеком. После сообщения о том, что он получил ранение, сразу же пошли такие реляции, мол, угрозы жизни нет. Но чуть-чуть позже он неожиданно помер. Ну, или, как говорит Путин, сдох. Мы ему желаем в этом плане успехов. Тут интересно следующее, что по видеокадрам, которые были обнарудованы российской стороной, становится понятно, что ранение у него действительно было не критичное, если бы ему оказали медицинскую помощь. Но ее не оказали, его не эвакуировали вовремя. Почему я на этом останавливаюсь? Да все дело в том, что военкорб, как я уже сказал, это же элита российской армии, и, соответственно, им самая лучшая. Им вертолеты, им машины, но даже его не эвакуировали. Вы представляете, какой расклад тогда с российским рядовым солдатом? Ну, что, сдох российский солдат, ну и бог с ним. Тем временем, недограф Толстой предлагает в рамках концепта России обязательно, где-то кого-то победит, отменить концерты на передовой. Интересно, о чем же он сейчас говорит? Какой-то изопов язык. Россия-то сейчас неплохо выглядит. Неплохо. Поэтому нам нужно просто не расслабляться и также собрано относиться к той ситуации, которая сейчас на фронтах. Не проводить там какие-то концерты рядом с передовой, а помогать солдатам, помогать нашим защитникам по мере возможности. Вот сегодня разговаривал с военным врачом, он говорит, нужна кровь на фронте. Понимаете, у нас вот такие проблемы. Они, может быть, слабее выглядят, чем алмазы. Но надо наладить переливание, сдачу крови донорской и поставку ее на фронт. Говорят, что с этого концерта на другой концерт. Концерта Иосифа Кобзона отправилось сразу 25 российских морских пехотинцев. Ну и около сотни получило ранения. Тем временем выступает Владимир Путин. Он говорит о переговорах. И, да, из своего бункера его по скайпу подключили к встрече глав государств G20. Но по каким-то причинам, в связи с тем, что узнали, что там будет Путин, участвовать в этом мероприятии отказались кто? Правильно. И товарищ Си, и господин Байден. Потому что слушать бред Владимира Путина, его маньячество, эти лидеры отказались. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Владимир Маньяк включает... Он делает вид, что он тут ни при чем. И прекратить все очень можно действительно быстро. Ну, первый способ, это, конечно, и мы будем исходить из того, что он основной. Хотелось бы другой, но основной способ таких, как Борис Паскудов, простите, Максудов, отправить домой в черных мешках. Но есть еще одна опция россиянам уйти домой. Но пока она, конечно же, не проглядывается. Ну, а Владимир Путин не зря туда лидеры Китая и США не подключались. Почему? Потому что он решил заняться уринотерапией на глазах у всех, на лица лидеров G20, которые ему сказали, о чем он, собственно говоря, заявил, что заканчивай, ты уже задолбал всех, маньяк. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ в декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе газа сегодня, не потрясает? Уверен, что вот эта вот жвачка, 8 лет бомбили Бомбас, всех задолбала. Потому что вот эта вот опция, что вот мы бедненькие, на нас напали, ну послушайте, значит, Донбасс оккупирован с 2014 года, как собственно и Крым. Часть Донецкой и Луганской области, включая Донецк и Луганск. И пока там не было российских захватчиков, все там было хорошо. Во-первых, сейчас уже после полномасштабного вторжения столько свидетельств о том, что это была российская армия. Привет донецкой элите, но она уже давно не донецкая элита, потому что они решили поиграть в игру в 2014 году, у нас должен быть особый голос, но пока они хорохорились, зашла Россия и все. И региону Кабсда, значит, вокруг Донбасс-арены пасутся козы и растет трава. Ну потому что Раша, вот она вот так вот выглядит. Ну а в части Палестины при всей торгизме ситуации хочется заметить один момент. 7 октября на Израиль была совершена террористическая атака. 1400 убитых евреев и не только евреев. Вообще-то террористическая атака уровня общевойсковой операции. Точно так же, как и в Украине напала Россия. Это они перешли границу. Тогда это называлось их там неты, гиркины, стрелковы, кто там бородаи и вся остальная российская но факт от этого не меняется. И тут Манничела частенько любит апеллировать к международному праву. Так вот, отправка иррегулярных воинских формирований это есть акт агрессии. Там все четко зафиксировано. Но это заявление Путина, оно интересно в каком ключе? Что он вроде как готов вести переговоры. Между прочим, Зеленский никаких запретов на ведение переговоров с Россией не накладывал. есть у нас решение Совета национальной безопасности и обороны в котором говорится о том, что нет смысла и невозможно вести переговоры внимания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. У нас он проходит в народе с другим именем на букву Х. Но я цитирую документ. И да, вот эта дискуссия есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет на России, она, конечно, интересна, но мы просто фиксируем. И если уже говорить о диалоге, о переговорах, а это любимое слово российских пропагандистов сейчас, то все же возможно. Слушайте, от россиян никто ничего особого на самом-то деле не требует. Идите домой, русо, нациста, русо-фашиста. Не будьте таким, как Борис Максудов или Паскудов. У всех все плохо в экономике, надо брать Киев. Ну или хоть что-нибудь брать. У всех в мире не очень хорошо в экономике. У меня есть несколько рекомендаций, что нужно взять Оле. Я об этом скажу далее. Это важно. Для этого досмотрите видео до конца и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ваши версии, что нужно взять Оле и куда, пишите в комментариях. происходящее прямо на руку Путина. Как бы скажет нам Вашингтон. Поэтому с этой точки зрения мы сейчас на дне находимся. То, что Россия находится на дне, не является секретом. Но товарищи обсуждают, где брать деньги на войну. И единственный источник, основной источник, это российская нефть. Это важно зафиксировать. Вот они переживают, как СОПЕК, как они сократят поставки, не сократят, цены на нефть падают. И Путин грустит, потому что да, именно нефтью они питают эту войну. Ну и походу, конечно же, размышляют на тему, когда же закончится война. Выясняется, нужно еще год. Ну всего лишь год. То есть два года прошло, а нужен еще год. Но слушайте, вообще-то тема такая, на войне она всегда так, ты сначала приходишь в страну, чтобы захватить ее за три дня, потом тебе дают люлей. Вчера состоялась очередная встреча в рамках Рамштайна, у нас будут новые комплексы ПВО, создана соответствующая коалиция. Да, при всех сложностях мы не одни. И есть еще один важный, принципиально важный момент. Обсуждается вопрос модернизации F-16, которые будут переданы Украине. Это важнее очень многого. А сейчас приехал Остин, спаси нас, ч**к, человек, спаси нас, ч**к, человек. Ну что? А он говорит, ну нет волшебной палочки. Единственное, что могу сказать, чтобы детей было чем-то. F-16 вам пообещать. Украина говорит, ну, абсолютно логичные вещи, что если там будут условно устаревшие радары и устаревшие ракеты, то это глобально ничего не изменит. А нужна последняя модификация вот этих систем. И пока наши пилоты тренируются, это идеальное время, чтобы провести эту модернизацию радаров, комплексов авионики и так далее. Летают наши летчики как минимум в трех странах уже США, Румыния и, если я не ошибаюсь, Дания. и да, да, тяжело, но это не значит, что там на болотах все по-другому. Если бы было по-другому, они бы публично не переносили сроки завершения войны. Они это называют победой, но я думаю, что идеальным завершением войны это будет судьба Бориса Паскудова, он же Маскудов, Маскудов, в общем, товарищ из ВГТРК это рассадник российских пропагандистов, там ультра-нацисты, а элитные информационные войска Путина. Можно, конечно, ухмыляться над этими деятелями, которые катаются на Украину, но на сегодняшний день они собирают исходные данные для принятия дальнейшего решения. И на данном этапе уступать не собираются и пытаются конфликт, если не привести к победе, то хотя бы его затянуть на неопределенное количество времени. Генерал Синева, он же генерал Боярышник, как выяснилось, иногда говорит неглупые вещи. На Западе действительно морщут репу, что делать дальше, как воевать и что нужно далее предпринять. Все же очевидно, нужны военно-технические решения. речь идет об Ф-16. Значит, Гурулев рассказывает о том, что у них все хорошо, снаряды есть, ракеты есть, в общем, на мясо можно отправлять много-много российских граждан, мол, они же практически убили всех украинцев, осталось совсем чуть-чуть. для нас наступает хороший шанс, чтобы в течение период примерно год добиться хороших успехов по выполнению тех целей задач, которые поставил наш президент. Запад все равно будет стремиться к тому, чтобы нарастить свое военное производство, в том числе в Западной Европе, и при том, что их никто спрашивать не будет, их все равно заставят это делать, несмотря на какие экономические трудности. сегодня западники США и США в любом варианте готовят к войне Польшу. Сегодня, может кто не замечает, семимильными шагами готовят к участию Украины Финляндию. И эти угрозы надо четко воспринимать. Поэтому наши проблемы, те, которые существуют, они у них есть у западников, в том числе и по выпуску и по наличию боеприпасов, включая ближневосточный конфликт. Что может заставить Запад увеличить количество производства боеприпасов и военной техники? Я знаю. Желание выжить. Вот эти вот мазки Гурюлева, он же синева, он же боярышник, мол, нам нужно будет воевать с Польшей и Финляндией. Вообще, это страны НАТО. И вот слава Гурюлева нас подталкивает к одной мысли, очень и очень простой, что Украина это уже Запад. Значит, год он отводит на войну еще. Ну, сроки, это же такое дело. У них же по факту они все как один повторяют один и тот же тезис, что как только Путин скажет победа, тогда она и наступит. Критерий только вот этот. И с большой вероятностью, что, ну, допустим, победа может наступить где-нибудь в районе Краснодара. Рамзан Ахматович это одобрит. Там будут правильные кадыровские порядки. Хотя есть мнение, что это уже произошло. Этим они, скорее всего, не ограничатся. Сегодня нам необходимо и принято решение по развертыванию общевойскового объединения на границе с Финляндией. Сегодня надо понимать, как укреплять наши восточные границы. Сегодня надо чутко противодействовать тем мерам, которые американцы они поставили, ставят сейчас приличное количество ракет «Тамага» в Японии. Я так хочу напомнить, что они достигают практически всей территории Приморского края, Сахалина, Хабаровского края и Амурской области, ну, еврейско-автономной области. Эту угрозу игнорировать ни в коем мире. Ваш избирательный округ под угрозой? Это не то, что там Гурулев пришел, всех пугает. Это исходные данные для принятия нами решений. Те решения, которые сегодня есть, они позволяют нам идти вперед. И вот это идти вперед, это, наверное, ключевое. И когда вот этот деятель Писториус поминает, что он там, небесную сотню, да, на перроне вокзала, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, итог нашей войны должен быть, когда мы будем поминать Писториуса на перроне Хаубанхофа или Бейерлинца Ологи Шенгарта. Ну, по-другому-то, наверное, никак не получится. Ясно одно, что на Россию окружили исключительно враги. От Японии до Украины. Тут финны, тут поляки. Ну, в общем, все хотят смерти Россиюшки. Вместо того, чтобы задаться вопросом, а почему так получилось, они тут, естественно, намерены расширять вооруженные силы. Но страна-то у них большая, и население на эту площадь очень и очень немного. Они же не просто так носятся с запретом абортов и так далее, потому что нужны солдаты. Но подготовка солдат таким путем оно занимает как минимум все равно 18 лет. Человек родился, он должен вырасти, и ему же сразу автомат в яслях не дашь. Были попытки, там, они 9 мая что-то подобное делают, но как бы все равно не сильно на ней эти дети воюют. Так вот, очевидно, будет история, когда все мужское население будет принимать участие в войнах от востока до запада. И план у них такой. Цель одна. Это сдохнуть за его, не до царя Путина, а другие варианты, они просто не предусмотрены. Мы это все тоже учитываем и понимаем. И да, Украина была, ей Будда. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. Будда тяжко, но это марафон. Придется воевать. Вы же видите, они же безумцы. Они прямо декларируют своей целью уничтожения нас. А мы хотим жить. Какой же здесь компромисс? Прорвемся. Ах да, что же нужно взять Скобеевой, которая сейчас хочет взять Киев? Я думаю, ей лучше всего взять пример за Бориса Паскудова, а не то, что вы подумали. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok